друзья всех приветствую с вами интернет-магазин антилайв меня зовут александр перед вами модель долгожданный elephone p8000 данная модель появилась гораздо быстрее чем p7000 в нашем магазине модель очень интересная в принципе интересная цена этого смартфона интересные технические характеристики с появлением этой модели все почему-то перекинулись именно на нее забыв о elephone p7000 но наверное из-за цифр аккумулятора из-за цены из-за внешнего вида но я вам давайте расставлю все точки над и что же действительно лучше потому что люди иногда даже удивляются что я говорю что допустим elephone p7000 модель лучше это бюджетный вариант на бюджетном процессоре слабее процессор да у него интересный дизайн но дизайн такой в стиле elephone то есть это у нас классный классная лицевая панель практически без рамок но как только мы включаем у нас экран то здесь появляются вот такие рамки давайте сейчас зайду в настройки вот такие вот рамочки появляются ну это не совсем красиво скажем так лицевая панель представлена у нас в виде большого 5 5 дюймового дисплея здесь в hd разрешение gorilla glass 3 матрица ips ogs сверху у нас фронтальная камера на 5 мегапикселей датчик приближения освещения и разговорный динамик грань смартфона выполнена из металла он такой приятненько приятно холодный есть кнопки включения и выключения качелька громкости вверх вниз сверху разъем под наушники здесь на этой грани нет ничего и снизу у нас микрофон и micro usb разъем задняя панель выполнена из приятных материалов существует эта модель в различных цветовых решениях белый золотой и черный но пока что у нас только белый вариант вот так вот прикольно переливается на такой матовый пластик вообще не остается отпечатков пальцев отпечатки пальцев видны только вот на вот этих вот серебристых логотипах элефона есть датчик сканирования пальцев есть 13 мегапиксельная камера со вспышкой под крышкой телефона мы видим следующее есть у нас здесь динамик который располагается чуть правее от середины смартфона есть две симки маленьких мини и слот под micro sd карточку ну и конечно же есть у нас не съемный неразборной мощный 4000 аккумулятор то есть то самое за что этот смартфон все так любят ждут и хотят поставляется смартфон вот в такой вот коробке здесь принципе особо перечисления технических характеристик нет крышка имеет вот такой вот срез но и в комплекте особо ничего интересного нет зарядка пленочка оригинальная вот в такой вот коробке здесь зарядка зарядка у нас толстая 2 амперный аккумулятор большой нужно заряжать его довольно таки быстро поэтому зарядка соответствующая сборка принципе хорошая ничего не люфтит не трещит смартфон выглядит классно черный вариант наверное будет выглядеть еще круче по техническим характеристикам давайте разберемся что у нас тут за настройки во-первых зайдем в antutu выполнена эта модель на базе mtk 6753 это урезанный процессор поэтому эта модель бюджетная она не лучше чем элефон п7000 вместе с этим процессором и с его частотой это 8 ядер по 1 и 3 гигагерца каждое ядро данная модель еще умеет урезанный графический ускоритель mali t720 у элефона п7000 mali 760 до здесь 3 гига оперативной памяти 16 встроенной памяти 13 мегапиксельная камера full hd разрешение 5 1 android 64 битная система 5 мегапиксельная фронтальная камера мультитач здесь на 5 точек касания к недостаткам можно отнести что в этой модели нет от г разъема то есть подключить флешку мышку клавиатуру у вас не получится проверял своим кабелем которым проверяют все телефоны экран большой 5 5 дюймов full hd хорошая матрица мне в принципе все понравилось есть прикольная такая фишечка высококонтрастный текст очень интересно выглядят буковки под этим фильтром скажем так настройкой но в принципе мне понравилось углы обзора хорошие максимальные видно что это огс то есть углы обзоров реально максимальные и никаких проблем с этим не прошивка здесь 51 android есть полноценный русский язык все меню все что нам нужно все на русском языке есть некоторые моменты как в любом другом телефоне это настройки этого датчика сканера пальцев которым я толком даже не разобрался как пользоваться но хочу сказать что сканирует принципе нормально лучше чем как мне показалось поле фон п 7000 а так ничего особенного звучание этого смартфона внешний динамик звучит хорошо громко во время прослушивания музыки через наушники мне в принципе тоже все понравилось звук громкость басами если разговаривать по телефону через разговорные динамики микрофон то есть просто общаться выполнять основную функцию тут тоже все классно все громко датчик приближения срабатывает нормально немножко с запозданием он загорает экран то есть после того как вы убираете телефон от головы от уха то то есть такой момент а так в целом все неплохо производительность спрашивали на днях звонили у меня протестируйте пожалуйста в видео обзоре производительность этого смартфона этот смартфон не игровой платформа mtk 6753 бюджетная эта модель аналогично meizu m2 not который я уже тестировал и скорее всего обзор на который тоже есть в современных игрушках на максимальном качестве графики смартфон подлагивает подтупливает никакие 3 гига оперативной памяти вас не спасут потому что на этом на это совсем не влияет влияет графический ускоритель влияет сам процессор асфальт 8 давайте посмотрим покажу вам что как другие игры запускать не буду потому что и по асфальту все будет сразу вам понятно то есть по играм можно сделать вывод о том что с играми эта модель будет справляться но максимальные настройки графики придется снизить до средних наверное чтобы поиграться вы тестировал я gps все как всегда нужно проверять все функции телефона gps в принципе хороший проблем с этим нет глонас поддержки спутников тоже нет но спутники ловит смартфон быстро но и тестировал и естественно аккумулятор как же без него именно за счет аккумулятора все люди все наши клиенты или очень многие делают свой выбор в сторону именно этой модели не хотят почему-то покупать элефон по 7000 вот давайте я вам объясню в чем же разница эта модель имеет аккумулятор 4000 миллиампер элефон по 7000 имеет 3 450 набрал элефон по 8000 8000 421 балл это шикарный результат это очень классный результат для восьмиядерного смартфона с таким большущим экраном с разрешением full hd и так далее но элефон по 7000 набирает 8100 то есть разница буквально на 300 баллов что очень и очень несущественно учитывая общую цифру вместе то есть даже там пяти процентов нет ну или пять процентов есть но это очень мало это очень незначительно в режиме воспроизведения в режиме воспроизведения видео из youtube а было значит у меня начинал я тест в 1129 и закончил я тест в конце уже всего этого в 1744 то есть про юзал ся у меня телефон со ста процентов до пяти ну очень долго в районе 8 часов и разряд аккумулятора стабильный то есть в плане аккумулятор конечно модель одна из лучших если не сказать просто лучшая модель среди восьмиядерных смартфонов в плане автономности это реально так и эта модель лучше чем течел 5000 например а камера здесь на 13 мегапикселей основная на 5 мегапикселей фронтальная работает автофокус работает вспышка вспышка кстати такая себе и такое ощущение у меня сложилось что фотографии имеют качество немножко слабее чем в элефоне p7000 как будто более дешевая матрица установлена и не так все красиво выходит видеозапись идет формате full hd особо много тут рассказывать нечего тут стандартные настройки по камере я сделаю фотографии сделаю видео закину и вы сможете сами оценить качество фото и видео во первых модели интересно интересно в плане своей цены в районе 165 долларов цена в закупке в китае большой экран классный дизайн внешняя лицевая панель при выключенном состоянии вообще смотрится нереально круто с такими тончайшими рамками но это немножко является обманом но в принципе пользователи или фон к этому уже привыкли поэтому жаловаться особо не нужно модель можно сравнить по платформе своей по процессору с мазуем 2 нот который плюс минус стоит тех же денег и в закупке и продаже у нас в магазине в чем-то эта модель лучше в чем-то хуже лучше например в аккумуляторе есть этот сенсор отпечатков пальцев конечно кому нужен не знаю но он есть от и ге не поддерживает ну и и конечно же все сравнивают эту модель с elefone p7 тыс зорно говорю elefone p7000 модель лучше единственное в чем он чуть-чуть хуже это в том что здесь чуть-чуть мощнее аккумулятор в elefone p7000 мощнее камера мощнее лучше камера мощнее процессор есть оттг есть подсвечивающаяся кнопка home и так далее эта модель бюджетный вариант с крутым дизайном реально крутым дизайном и с мощным реально мощным аккумулятором во всем остальном она проще но в целом черный и золотой вариант наверное будут лучше смотреться чем белый вариант но опять же на вкус и цвет как бы это уже такое каждому поэтому все спасибо всем за внимание elefone p8000 был у меня на обзоре модель стоящая компания elefone идет вперед делает интересные смартфоны реально интересные и что будет дальше будем следить возможно скоро появится elefone p9000 анонсы которого уже появились в сети на этом все спасибо за внимание подписываемся на наш канал подписываемся в группу заходим к нам в интернет-магазин ну и покупаем elefone p8000 всего доброго а и